Привет, мои сладенькие ребятушки. Я решил рассказать вам сказку про одного хоббита, который смог. Сегодня мы посмотрим на игру The Hobbit, вышедшую в 2003 году из-под пера Invitable Entertainment, но вы можете знать её под названием Midway Studios. Из-под их же пера вышла пососная, но ламповая Area 51 и пососная, но пососная Blackside Area 51. Ныне же студия почила, распустив своих сотрудников. Но не о ней мы пришли сюда говорить, так давайте же приступим к игре. Начинается всё заселье, когда к молодому и уважаемому хобботу Бильбо пришёл старый маг-чародей Гэндальф. Да не один, а с дюжиной гномов под боком. Те пожрали у сумки на старшего все запасы, и Торин Дубащит подал голос со своим планом пойти к Одинокой горе с целью отобрать у дракона с Мауга свой дом. На рассвете мы отправляемся к Одинокой горе. Мы отвоюем наше древнее королевство под горой, вернём себе наше сокровище и отомстим проклятому дракону Смаугу. Король Торин, вам нужен будет взломщик, который сможет прокрасться вглубь Одинокой горы. Вот он, это Бильбо Бэггинс. А Гэндальф, пользуясь случаем, поступает как крыса и подряжает Бильбо идти в экспедицию с гномами в качестве взломщика. От такого расклада у Босоногого идёт кругом голова, и ему снится сон, в котором гоблины напали на эльфов и людей, а сам Бильбо, вооружённый эльфийской саблей, пробирается сквозь поле боя. Что ж, Бэггинс, раз уж ты влез в такой сон, так будь добр из него и вылезти. Бильбо приходит в себя в своей норе на следующее утро, заряженный духом приключений. Несмотря на то, что Бильбо испугался, в его душе проснулось какое-то странное чувство. Ему вдруг захотелось повидать дальние страны, взять меч вместо посоха. И к собственному изумлению, Хоббит согласился отправиться в путь. Гэндальф сообщает, что мы должны встретиться с гномами в таверне Зелёный Дракон. Ты пропал всё утро, Бэггинс. Думаешь, после этого Торин поверит, что ты отличный взломщик? Я ему покажу, ужажу. Даже если мне для этого придётся отправить край на восточный край света. Пока что тебе просто нужно отправиться в Зелёный Кок. Гномы ждут тебя там. Но... На это нет времени. На сборы тоже, только возьми свой посох. Кто знает, где он окажется сегодня. Собрав свой посох и оглядев напоследок свою нору... Банго и Беладонна Бэггинс. Лучших родителей Хоббиту нечего и желать. Мы выходим навстречу приключениям. Выйдя на улицу, Бильбо обнаруживает, что у него дырявый карман. И он потерял все свои деньги, которые сейчас разбросаны по всему ширу. Ну, монеты монетами, с ними всё понятно. Но также вы могли заметить, что по миру раскиданы странные кристаллы. Они нужны для повышения уровня нашего хобота. За каждый уровень нам будут увеличивать максимальное здоровье. Выйдя в большой мир маленького шира, мы можем, конечно, сразу пойти напрямую в таверну. На самом деле не можем, потому что мост сломан, а для ремонта нужно выполнить квест. Можем также поизучать местные красоты. К тому же у местных жителей постоянно найдётся какая-нибудь просьба к нашему Бильбонышу. Вот тётушка Ежевикинс, которая потеряла свою швейную иглу. А вот Ханна, которой по зарез нужно принести маслобойку из сарая. За выполнение таких вот заданий нас будут награждать деньгой, опытом, а иногда и квестовыми предметами. Например, Ханна за эксплуатацию Бильбона даст нам ягодный кекс, что пригодится нам в походе. Вот спасибо, Бильбо. Съешь немного ягодных кексов. Свежий, только сегодня утром испекла. Ну и особенно важной частью геймплея будет платформинг. И он здесь довольно удобный. Бильбо может прыгать, хвататься за выступы, ползать по канатам, а большие расстояния можно перепрыгивать с помощью шеста, как легкоатлет. Я теперь не Бильбо, я Бубка. Далее по дороге мы встретим хоббитских пиздечков, которые предложат сыграть в прятки. И несмотря на отказ, Бильбо, они весело у Лилюкая разбегутся прятаться. И тут уже дело за игроком, будет ли он их искать, или же забьет на мелких засранцев. Тут же у реки стоит местный трудовик, пытающийся починить мост. Но вот незадача. Он и гвозди проебал. И молоток у него спиздил его сын, и теперь играет с ними на холме за болотом. Гвозди мы найдем на мельнице. Тут же, кстати, один из детей прячется. А вот за молотком придется попаркурить через болото, по кувшинкам и скалам, и забрать, наконец, у Карла молоток. Извини, Карл, нет ли у тебя молотка твоего батюшки? Вот он, мистер Бэггинс. А я поищу себе другую игрушку. Отдаем инструменты трудовику, и вуаля, мост снова мост, а не груда досок. На том берегу мы продолжаем добывать провиант в дорогу, иногда честно работая, например, помогая фермеру избавиться от ворон на его посевной, а иногда и совершая злодеяния. Например, наш хобот без озрений совести может вломиться в курятник и совершить хищение продовольственных запасов с целью дальнейшего употребления в пищу. Да и обнести сад с ягодами для Бильбо не проблема. Проклятые барсуки! Тут же от лавочницы Лореллы мы можем поподробнее узнать лор нашего Бильбо. У вашей матушки настоящий талант был. Любой замок могла открыть без ключа. Может и вам ее талант передаст по наследству. Его матушка, Беладона Сумкина, была первоклассной медвежатницей. Любые замки взламывала на раз. Вот и Бильбо далеко от яблони не упал. Также пошел по воровской дороге с легкого толчка Гэндальфа. И кстати о взломе. Взлом тоже важная часть игры. Взламывать мы будем много. Хоть сам процесс довольно прост, достаточно вовремя нажать кнопку действия. Но сундуки будут попадаться непростые. Некоторые и по пальцам будут бить за провал. А есть такие, которые и отравить могут. Но это все впереди. А пока мы находим остальных детей, собираем оставшуюся еду и двигаем в таверну Зеленый Дракон, где нас уже заждались гномы. В конце каждой миссии за собранные монеты мы сможем закупиться расходниками и улучшить сумки с камнями. И лекарствами, увеличивая их объем. По пути у нашей гоп-бригады закончились еда, да и сами они вымокли. На привале Балин заметил, вдали свет костра. И нас как взломщика отправляют на разведку. Но прежде чем убегать вперед, я бы порекомендовал пообщаться с гномами. Их озвучка доставляет колоссальное удовольствие для ушей. А сейчас вы услышите миниатюру, как подписчик просит у меня новое видео. Спустившись с холма, мы сразу встречаем опасность лицом. Первое это плотоядные цветы. Умирают с одного попадания камня, пока что. А второе волки. В цирке не выступают, но камнем по ебалу получают. Ну а третье это вот эти странные лягушки. Также мы можем наблюдать, что местная фауна ведет себя как живая. Вот как пример три лягушки, защищая свое болото, отпиздили волка. Вот так детишки в дикой природе и бывает. Продвигаясь дальше, мы натыкаемся на непонятно откуда взявшийся водоворот в небольшом озере. Будто кто-то пробку со дна выдернул. Только кракена к этой композиции не хватает. Ну и наконец мы находим источник света. Мы оказываемся недалеко от лагеря троллей, где они готовят вкусную баранину. Все причитая, как надоело им парнокопытное мясо. Им, видите ли, человеченки подавай. Но все равно вы посмотрите, какие они милахи. Вчера баранина, сегодня баранина. Небось завтра тоже придется жрать баранину. Давненько мы не ели человеческого мяса. Да кровь хребала. Ты чего думаешь, народ прямо так сюда и ломанется, чтобы вы с Бертом могли пожрать человеченки? Бильбо было подумал свалить, пока его не съели. Но воровская кровь взыграла и он решает подрезать у толстяков лопатник. Тут нас обучают стелсу. Нам нужно аккуратно пройти мимо каждого тролля. И хочу заметить у каждого из них свои реплики при поимке Бильбо. Иди-ка сюда, противный маленький кролик. На вид аппетитно. Это что такое? Не двигайся. Ты пойдешь на вертел. Эй, а ну вернись. Дай-ка мне куснуть. Нам просто надо включить своего внутреннего солида снейка и Сэма Фишера на максимум. И пройти мимо патрулирующего тролля, не попавшись на глаза. Затем пройти мимо мемного тролля, пока он сидит на жопе и давит храпака. И под конец подрезать лопатник у тролля на пне. Но кошель оказался не простой, а с фейс-айди. И не узнав хозяина, он задал ему логичный вопрос. Из-за чего нас и ловят тролли. И этот даже не гейм-овер, а конец эпизода. К нам на выручку пришли гномы. Но тролли быстро поймали их всех и подзасовывали в мешки. И были готовы уже приступить к трапезе. Но на помощь подоспел Гэндальф. Своими магическими дидлями-дудлями он начал подделывать голоса троллей. И начал говорить всякие гадости, чем заставил их драться. Затроллил троллей, так сказать. И пиздились они до самого восхода солнца. А как известно, тролли не любят солнечный свет настолько, что от его прикосновения каменеют. Буквально, блять, булыжником становятся. После чего вся команда вновь воссоединяется. По-прежнему голодная. Гэндальф рекомендует нам пошарить по горам в поисках укрытия троллей. Там наверняка есть много чего полезного. А может быть даже и вкусного. Хотя, зная предпочтение троллей в еде, я бы на это не надеялся. Давненько мы не ели человеческого мяса. Тут же со старта мы находим свиток навыка. Благодаря им мы будем учиться давать в пиздыч эффективнее. Например, сейчас мы сможем проводить комбинацию из двух ударов. Да, до этого мы могли лишь один раз взмахнуть своим посохом. Неровен час и били бы чему-нибудь такому научиться. Забравшись выше, мы встречаем Глойна. И спрашиваем у него про пещеры троллей. Он, конечно, нихуя не видел ни пещеры, ни ключей от пещер. Чё, блять? Какие, блять, ключи от пещер? Ты конченый? Не видно ли, где пещеры троллей? Нет. Как и ключа. Ключа? Эти крепости были построены слугами короля-чародея. Сейчас в них прячутся разные злобные твари, которым удается найти ключи. Но всё объясняется. Пещеры-то не простые. Их построили слуги короля-чародея, того самого Назгула, который отъехал от принцессы Эвин во Властелине Колец. Ну а сейчас пещеры населят всякие твари, которые смогли найти эти ключи. Сами пещеры место малоприятное. Мало того, что тёмное и сырое, да ещё и ловушек понатыкано. Проходя по катакомбам, мы встречаем эльфи и Кулиану, которую потрепали уже знакомые нам тролли. Она сильно ранена, и ей нужно лекарство. Моё лекарство в соседней пещере. Но я слишком слаба, чтобы его взять. Ты можешь принести мне его? Но путь к нему преграждает огромная тварь-ежемамка. Она будет нашим первым боссом. И победить её несложно. Просто бьём палкой её пузожителя, и когда она встаёт в позу уебу, ей надо уебать палкой в живот. Повторить три раза. Далее мы без труда забираем лекарство для эльфийки, и в благодарность она даёт нам Камень короля чародеев, который активирует некоторые магические платформы. Поднявшись выше, мы видим искомый нами ключ, и я надеялся увидеть магический камень, открывающий проход. Пароль на эльфийском. Огромную тролличью палку, в конце концов. Но не натуральный, блять, ключ. Огромный, сука. Хорошо, хоть не гаечный. Кстати, если вдруг будете играть после видео, то не чурайтесь исследовать локации. Часто игра будет вас вознаграждать. Вот, например, прыгнув в неприметный тайничок за водопадом, я получил в награду свиток, увеличивающий урон от камней. А это... Очень даже неплохо. На пути к ключу мы наткнёмся на существ, которые не посещают мои стримы. Ссылка в описании к 100. И сделав пару верных прыжков по парящим платформам, мы забираем ключ от пещеры троллей. А в пещере троллей Бильбо находит клинок, который называет Жала. Для тролля это только перочинный ножик, но для Хоббита прекрасный меч. Но тебе нужно имя. О, знаю, я дам тебе имя. Я буду звать тебя... Жопа. К слову, в этой же пещере Гэндальф находит ещё два меча. Гламдринг, который оставил себе, и даже в следующем эпизоде он гордо держит его в руках. И Оркрист, который достался Торину дубащиту. Хотя в игре об этом не говорится. Далее мы останавливаемся на привал в Мглистых горах. Фили и Кили отправились искать место для ночлега. А нам поручено помочь Бофуру разжечь костёр. Бофур просит нас найти сухие дрова. В горах, во время дождя, найти сухие дрова. Ты чё, дурак? Находим мы их, кстати, в 20 метрах от места привала. Но если бы всё было так просто. Попытавшись подобрать дрова, мы падаем вниз и оказываемся в западне. На Хобота нападают волчары, и они будут первые, кто получит пизды от жала. Но далеко не последние. Но волки это ещё полбеды. Особую опасность представляют каменные великаны, которые издалека бросают свои булыжники на наши головы, устраивая локальный Иерихон. Торин, кстати, не очень дружелюбно настроен по отношению к Бильбо. Но авторитетный маг Гэндальф быстро ставит на место гнома, давая понять, что Бильбончик важный член экспедиции, и без него Патти не затащит. Что ты сделал с моим взломщиком? Боуфур послал его за хворостом для костра. Если он ещё не вернулся, то пусть убирается куда хочет. Его пригласил я, а я не имею дела с бесполезными существами. Надеюсь, от камней он уворачивается лучше, чем собирает хворост. Но в одном Торин был действительно прав. От камней надо уворачиваться, ибо стукают они больно. Наконец, прячемся от великанов в пещерах, но для того, чтобы открыть вход, дальше нам надо починить механизм, собрав пять компонентов, всяких там шестерёнок и поршней. Золотая чаша, золотая! И открыть ворота глубже в катакомбы. Мы попадаем в заброшенные гномьи рудники. Давным-давно гоблины и прочая нечисть выгнали отсюда гномов, и с тех пор эти места стали домом для нехорошей и неприятной фауны. Одним словом, Бутова. А тем временем, на поверхности, Гэндальф продолжает прессовать Торина. Угрожает ему, что если толстозадые гномы не найдут бельбасика, то он оставит их здесь одних. Ныне в этих залах обосновалось множество злобных тварей. Вы, гномы, должны разыскать мистера Бэггинса, иначе я оставлю вас тут одних, и вы путываетесь, как знаете. Не, ну действительно, ахули они. Но пока гномы продолжают нихуя не делать и сидеть на жопе ровно, мы продолжаем путь по рудникам гномов. Этот этап полностью построен на платформинге, и прыгать придётся много. И в конце концов, мы, наконец, выбираемся наружу. Встретив Гэндальфа, Бильбан сразу начинает садиться на уши Седому, рассказывая, через что он прошёл, даже какого-то тролля упоминает, которого я уж точно не видел. Гэндальф, ты в жизни не поверишь! Со мной тут такое было! Великаны и волки, и даже громадный тролль! Для рассказа времени хватит в тепле и сухости. И знаете, я провёл исследование. В оригинале Гэндальф прерывает хобота на полуслове. Непонятно, откуда наши локализаторы родили тролля. И лучше я оставлю этот вопрос другим людям. Мы проходим вперёд, навстречу Гэндальфу. Но вдруг нас окружают габлы. Ну и мы на пару с Гэндальфом даём им такой пизды, что мама не горюй. После короткого файта мы возвращаемся в лагерь, который разбили гномы. Солнце уснуло, да и нам пора спарать. Пора разбить лагерь, миссис Мэндис. И пока все мирно спали, в лагерь гномов ворвались гоблины. Схватили их всех и утащили в свой данжен. А Бильбо повезло наебнуться в тёмную пещеру, где его и не нашли. И говоря тёмное, я имею ввиду, не видно нихуя. Но благо, разрабы хрен клали на канон, и кинжал Бильбо светится вне зависимости, насколько близко к нему находятся орки. Ну хуй с ней, с этой темнотой. Пауки, вот что страшно. Если сейчас вам кажется, что восьмиглазые особой опасности не представляют, то я скажу, что вы правы. Но это только начало, и они ещё успеют попортить мои нервы. Пройдя глубже, мы датыкаемся на пленённого гнома. И он не из наших. Это Балфор. И его уже давно держат в рабстве гоблины. Он говорит, что для его освобождения потребуется сотня гномов, или тысяча эльфов. На что Бигбон замечает, что он ворто нехуёвый, и в одного сможет справиться. За что гном, кстати, поможет нам выбраться из пещер на волю. Он говорит нам, что ворота к тюрьме охраняет гоблин по имени Укслаб. И если его хорошо попросить, то он откроет ворота. Ну а дальше начинается весёлая нарезка гоблинов. И не менее весёлые акробатические этюды по механизмам шахт. Прыгать придётся много, и по сути весь уровень построен на умении чётко прыгать по платформам. Добираемся до гоблина охранника, и он подряжает нас пиздить драгоценный камень у шамана. Ну что, крысёнок, раз уж ты хочешь, чтобы я открыл ворота, привези-ка мне от Кругбита камень вард. Хочешь упрость камень варду Кругбита? Сперва почини этот подъёмник. Но для того, чтобы до него добраться, нам нужно починить лифт. Но до этого нам нужно починить другой лифт. А до этого ещё один. Короче, мы восстанавливаем рабочую инфраструктуру гоблинов, попутно вырезая каждого обитателя пещер. И, наконец, находим шамана гоблинов, охраняющего камушек. Ещё одна жертва верховному гоблину! Подрезаем камень с сундука и возвращаемся к гоблину охраннику. Отдаём ему камень, и он настолько рад ему, что готов на всё ради нас, и ворота открыть, и ебальник нам вскрыть. И он, как противник, довольно жёсткий. У него много хп, бьёт он сильно, я бы его назначил каким-нибудь вождём. Но не судьба ему стать вождём, судьба ему быть отпизженным полуросликом. Пройдя за воротом, мы проникаем в тюрягу, где в своей клетке чилит гном Балфор. Под охраной шестерых гоблинов. Сначала я хотел пойти ебалой им набить, но игра мне не позволила, и попросила вернуться на чекпоинт. Я запихну тебя в качал и сварю из тебя похлёбку полурослик. Бросьте его в яму! Ну что ж, на стелсичах проходим к клетке гнома, и он говорит, что рычаг за спиной вот этого гоблина открывает клетку. Кричит ему самое грязное оскорбление. Эй ты! Ты не гоблин! Ты вонючий! Эльфийское отродье! Заткнись! Из-за чего тот уходит со своего места. Мы дёргаем за рычаг, а освобождённый гном дёргает за гоблинские анусы. Барук-хазар! За своё освобождение Балфор показывает нам дорогу на волю. И это то ещё и испытание на самом деле. Не сложнее, конечно, в вагонеток из передачи позвонить Акузи, но пару-тройку раз пришлось попотеть. Для того, чтобы выбраться, нужно вовремя ударить мечом по переключателю, а у меня уже возраст не тот и реакция не та, что раньше. Но с горем пополам мы вылетаем на вагонетке в сырые пещеры, где встретим Голово и заберём его прелесть. Но грабить Голово мы будем в следующей части видео. А пока вы можете поставить мне лайкос, подписаться на канал и увидимся с вами в следующий раз, мои сладенькие. До встречи на этом канале!